Проверить данные научились, потому что они у нас не пропадают. Теперь задача какая-то интересная. Предположим, мы все-таки получили на ход расчета неверные данные. Как-то они у нас там проскочили. Какие могут быть варианты реакции системы? То есть на диск мы записали неверные данные? Ну вот на вход программы проскочило что-то неверное. Как он туда проскочил, он не знает. Там космическая частица пробила конденсатор, он разрядился. Единицы бросились на память. Бывает? Бывает. Точно? Часто? Ну не очень, все-таки не на открытом лодке стоят компьютеры, а очень. Но потом убирает не зря серверная система. Ну это просто как пример. Совершенно от нас независимое, это бывает. Что может сделать программа? Остановить систему. Хорошо. Позвайте администратора. Первый вариант остановки. Хорошо. Оно, она издарелась лампочкой, она просто встала и замерла. Заметли, что ничего не шевелится. Какие еще варианты? Что еще может произойти? М? Тревогу. Не слышал. Тревогу. Ну это первый вариант. Зажечь или не зажечь нам лампочку авария. Это хорошо, если она может поднять тревогу. Второй вариант. Он хуже сразу говорит. Подсказывает. Продолжить работу. Продолжить работу. Ничего не заметит. Что при этом происходит? Подели, да? Какие результаты на выходе? Подели. Да вообще непонятно что. Самый плохой вариант. Неверный результат без каких-либо. Ну на самом деле, что хуже, сказать очень сложно. Зависит от ситуации. Если это, скажем, у нас управление реактором, каким-нибудь, работает система технологическая, то полная остановка управления или неверная команда, скажем, на замедляющей стержне, ну что хуже, я не знаю. По-моему, это такое оба хуже называется. Не обязательно рванет, но это непредсказуемо. Скорее всего рванет. Может заглохнуть. То есть реактивность была меньше единицы, и мы не поднимем, реактор заглохнет очень быстро. Но у нас, предположим, есть этот самый реактор. Каким образом мы можем построить вычислительную систему так, чтобы у нас ни вот этого, ни вот этого не происходило? Или происходило достаточно редко, чтобы мы могли это пережить? Какие есть варианты? Что именно изменить? Что именно можно изменить? Что можно изменить? Как можно прорваться через ошибку, которая возникла в процессе вычисления? Ну, как-то надо вычислить, откуда эта ошибка пошла. Ну, в то место откуда. Во-первых, нужно понять, что это ошибка. Так, перед этим местом надо еще раз просчитать, кто это уже, чтобы, ну, еще раз, чтобы я могу было. Хорошо, каким образом мы можем поймать ошибку? Перепроверить. Сверять с контролем суммы. С контролем суммы чего? Данок, который вы взяли. Первый диск. Они прошли уже расчет. Вот у нас есть какой-то... А, в смысле мы кладем на диск, да? Ну, с диска у нас пришло все замечательно. Все чудесо. Там из диска, с датчиков поступил на вход, компьютеры, все красиво. Здесь у нас что-то случилось. Это, соответственно, не джунга, а тоже полный ерунда. Как его поймать? Что сейчас у нас будет все плохо. Поставили еще один такой же. И если они даже одинаковые, то пусть работают. Что-то если... Первый вариант. Чистые рубежи. Каким образом мы можем понять, кто из них прет? Еще один пошло. Ну, ответ на самом деле правильный, но мы до него сейчас поберемся. Вот в этом варианте. Каким образом можно будет понять, что один из компьютеров начал брать? Ну, спросить какой-нибудь... Еще раз вычислить из этих вычислить? Или второй раз тоже та же самая ошибка произойдет? А кто же это знает? Пусть вычисляет одно и то же, пока у них не будет знакового результата. Как вариант, в случае несовпадения, заворачивайте на повторный счет. Так мы разовую ошибку случайно выловим. Хорошо. А если у нас возникла систематическая ошибка, что делать дальше? Заводить администратора. Как мы поймем, какой компьютер? Он может свериться с шаблонами. Правильно. Мы можем в случае возникновения таких-то ошибок подать на вход заведомо известную информацию, которая должна взять заведомо известный результат. 2 плюс 2, допустим. Ну, 2 плюс 2, на самом деле, надо задействовать все регистры, там все конвейеры. Ну, программы, тестовые программы. 2 плюс 2, посмотрите, скажет он 4 или 5. Если скажет 5, мы точно знаем, что он вред. Пускаем тестовую программу в случае расхождения и выясняем, кто из них вред, в простейший случай. А если у нас, предположим, жесткое реальное время? И у нас нет времени на прогон тестовую задачу. Ну, еще один тридцать ставим. А если и тот вред? Ставим тридцать. Вряд ли два одновременно врут. И если один отличается от двух других результат, то тогда тот, который отличается от других. Его времени не используем и ищем ошибку. Не используем его. А целый два работа. Выбираем эксплуатацию. Вызываем администратора и говорим, что вот. Вот этот. Средний фон взлет. Примерно так же была устроена система противоракетной обороны Москвы. Там стояло три компьютера. Их результаты на выходе сравнились. Может, четыре поставить для надежности? А если, грунт, два из четырех? Да, дай пять. Ну, нечетное число. Ну, то рассчитали. Ну, на самом деле, расчет надежности показали, что трех вполне достаточный. А пять еще круче, да? Круче, но... Ну, чтобы точно, если шибаться... Ну, почему тогда не пятнадцать? Думаю, ничего, нечетное число подойдет. Става. Запросто. Представляете, сто один компьютер, каждый из которых занимает практически, ну, с этаж школы. Ну, многоэтажка. Как раз двое. Горо, действительно. Гидроэлектростанцию для их питания. Для надежности. Еще одну для надежности. А лучше три для надежности. Ну, то есть это бесконечная, на самом деле. Трех обычно хватает. Три этажа. Ну, конечно, с устройствами хранения число и поли-компульсом. То есть не только сам компьютер, начислительная часть. Ну, долговаривная память и оперативная. Микрофильная память занимала тогда шкафы. Понятно. То есть шкаф... Ну, порядка 512 килобайт. Был у меня шкаф. Потом были, конечно, шкафы побольше. Но раньше были они еще меньше. А лампочка, что ли? Нет, у меня были уже микросхемы. А до того были ферритовые кольца. Но ничего нет. Ну, быстродействие сами понимаете какое. Но это работало. И что самое интересное, не боялся ядерного образа. Почти. Ну, если попадет, то уже все. Давайте перейдем от противоракетной обороны более простого веща. Мы имеем некий сервер, на котором выполняется какая-то программа. Мы имеем некое хранилище, на котором оно держит данные. Он, соответственно, читает, обрабатывает, выдает сеть. Здесь у нас обеспечивается какая-нибудь газоустойчивость, как мы уже знаем. Собраны ради массива, двойной блок питания. Все, что можно здесь подублевать. Что он может предпринять для того, чтобы пользователи не заметили выхода из строя вот этого сервера. У него тоже там блок питания обычно делается. Там две сетевые платы. То есть, три, четыре, пять. Но все бывает. Поставить рядом так лучше. И пусть он работает в случае отказа первого. А каким образом он узнал, если он продолжает вычисление? Да, ну пусть начнет. Вроде как с утра люди пришли, полдня работали, потом хряп, и начинаем сначала. Это ничем не отличается от ситуации, что мы заменяем этот сервер просто на новый. Хотя тоже сделают за полчаса. А, молодцы. Спасибо, они оба работали. В случае, как вы за первого, то мы прошли правую. То есть, они считают одновременно одну и ту же задачу. Я правильно понимаю? Да. А если разлучается, то ставим третьим проверяем, какой из них хрят. Ну, на самом деле, в коммерческих приложениях это не используется, поскольку не реактор. Это лишним получается. Какие должны быть требования к этим серверам? Одинаковые. Одинаковые. Что значит одинаковые, если это у нас, например, 32-процессорный сервер? Что значит одинаковые в переводе вот сюда? Он бы тоже был в 32-процессор. А что это в переводе на деньги? Это безумно дорого. Он столько же стоит. Он стоит, ровно стоит, чтобы одновременно вычислять и это, и это. Его сделать медленнее. А он не будет успевать. Какая нагрузка у нас, где тут основная по обращению к пользователю? Обычное распределение нагрузки чтения и записи. 90% запроса на чтение составляют. 10% запроса на записи. Это нормальное и обычное соотношение. Можно поставить два сервера. Один большой, один маленький. Большое чтение, маленький записи. Ну, близко, близко. Ну, можно еще и не здесь. Три маленьких сервера. Два на чтение. Чтобы они обменивались данными через диск? Ну, тебе что, записал? Ну, один на диск записал, а потом другой диск взял. Медленно. Дисковые операции есть медленные. У нас уже там быстрые. Ну, все-таки медленнее, чем внутри оперативной памяти. У нас тысячи раз. Ну, не ходили провод. А провод ничего не меняет. Ну, хорошо. Ну, гигабитовая веревка у вас там. Ну, 10 гигабит. Это сопоставимо с способностью оперативной памяти? Нет. Правиться, наверное, в многие порядки. Говорю, в право отрывы быстро. Кто может делать маленький сервер? Ну, маленький, маленький. Вот, глядя, ну, вот это что он может делать? Записывать. Запись. Проверка. Он может не отрабатывать запросы на чтение. В обычном режиме. Спокойно. В спокойном режиме. Этот отрабатывает и чтение, и запись. А этот зеркальтовый, только запись. Стрелочка в одну сторону. А если большой вышел из строя, ты могу? Ну, у этого есть текущее состояние. У этого есть текущее состояние. Он отработал последнюю запись. Начинает работать? Да, он отрабатывает. Но он работает. А, то есть, можно потерять то, что... То есть, не страшно, да? Если кто-то начал себе скачивать какой-то... Стой-нибудь файл, 99 скачал, и все. Ну, одна транзакция может оборваться при переключении. Если поселить транзакции, скажем, пошел кто-то искать запрос, поселить транзакции, сервер сказал «пряк». Ну, понятно, что придется переспросить. Понятно. Отличать будет уже вот этот. Размедленный. Нет же нет. Но он ответит. Ответит. Ответит правильно. Потому что последняя запись может уже не х. Понятная идея? А, надеюсь, что этот мастер мне еще сутки придет? Мастер мне через сутки придет? Ну, может и через сутки. Я вот, например, в Москву на работу езжу раз в неделю, физически, и так все на удаленном доступе. У меня бывают ситуации, что я через три дня после такой аварии приезжаю, но работает. Медленно она работает. Они сами там не справятся, например, поменять-то поставить такой же, а ловить там через далеку. Нет, если мои пользователи начнут ставить серверы, мне придется в Москву переехать, чтобы это ремонтировать постоянно. Прописаться в офисе? Ну, в общем, да, там есть комитетолог, где можно жить. Спасибо. Спасибо.